Друзья, привет! Извиняюсь, что я так выгляжу, не бритый, не голова не мытая. Это, друзья, ошейник, что я ей купил от блога розовый. Вы сами видели, как она команда понимает, еще у нее, когда она обижается, очень вид бывает, такой прям, ну, как человек, знаете, вот, не могу объяснить, недовольный. Да, как она сладко спит, очень ласковая кошечка, трехсветная, видите, такая, как леопард. Она так и мурчит, в принципе, мурлыкает, как трактор. Вы знаете, я мнение свое резко поменял о дворовых кошках. Я теперь никогда бы в жизни бородистую не займел. Хотя все достойны любви, я считаю, животные, без разницы, бородистые они или беспородные, дворовые. Донатим, короче, друзья, донатим. Устал уже это говорить. Вообще, может, скоро в роликах не буду про доната говорить. Все равно мне за год только 100 рублей кинули. Вот, но если вам не жалко, вы можете на Вискос Маркизе, на пару пакетиков Вискоса, рублей 50. Уже так сладко спит, лапу сотрала и спит. Поэтому, друзья, давайте пока, пока. И не забываем, друзья, подписываться, ставить такие жирные королевские лайки и комментировать. Самое главное, комментировать. Друзья, привет. Извиняюсь, что я так выгляжу. Небритый. И голова немытая. Я не мог не включить камеру. И не заснять для вас кое-что. Вы, наверное, помните все Маркизу по моим другим роликам. Блин, мухи сожжали, мухи шлетают. Так вот, я валяюсь, смотрю с телефона YouTube. Ну, я всегда, в принципе, его смотрю. И, в принципе, с телефона у меня телефон размеры позволяет, как телевизор. Сказать, короче, большая диагональ. Вот, и со мной Маркиза. Я сегодня ее на кровать решил пустить. Потому что, все-таки, друзья, можете поздравить меня и поставить такой же лайк. А мы справились с Маркизой и выявили ей всех плохо. Теперь у Маркизы нету плохо. И она может спать со мной. Ну, надеюсь, что я не нашел. Я искал, искал. Нашел их экскременты, блаженные. Ну, пыль вот этого. Кто разбирается, тот меня поймет. Черненькие такие точки. А блок замех я ни одной не поймал, надеюсь. Поэтому, в принципе, я решил ей... Я еще и, кстати, капли прокапал. Ну, правда, они без химии. Просто масла. Если вы знаете... Ну, наверняка, кошатники знают, что глухи боятся эфирных масел, запахи. Запах, по-моему, гвоздики чайного дерева. Вот, и я, короче, купил капли с запахом чайного дерева. Прокапал. Купил еще и прикольный розовый ошейник. Кому интересно, вы можете увидеть. Горло еще я немного болею. Вы можете увидеть все фотографии в Инстаграме, ВКонтакте. В Одноклассниках, где я водкал Маркизу на даче у себя. Вот, в этом розовом ошейнике. Я хотел вам что показать. Да я, блин, опять диалог на полчаса заделал. Извиняюсь, опять полчаса вам выступление рассказывал. Она очень сладко спит. Я хочу для вас поснимать и показать, как она спит у меня на кровати. Как младенец, прям как человек. Как маленький ребеночек. Давайте я вам покажу. Я думаю, ролик будет небольшой. Небольшой и короткий ролик сделан. Давайте, давайте покажу. Блин, опять я не могу остановиться. Видеть, друзья, как быть блогером, не стыкаюсь. Друзья, посмотрите, как она спит. Друзья, посмотрите, как она спит. Это маленькая. Друзья, посмотрите, как она спит. Вот это, друзья, ошейник, что я ей купил от блог розовый. Поскольку она девочка, я решил ей взять розового ошейника. Видите, как она спит сладко. Малышка. Это же маленький ребеночек. Друзья, смотрел сегодня на ютубе одну передачу. Наверное, это смешно, но там говорят, что у нас ТНК с кошками схожие. Вы знаете, она у меня очень умная. Команда даже понимает. Хотя она не собака, не трассированная при том. А кошка, да, я ее на улице подобрал. Ну, котенок, месяца пять, я думаю, шесть, не больше. Вы сами видели, как она команда понимает. Еще у нее, когда она обижается, очень вид бывает. Такой прям, ну, как человек, знаете, вот. Не могу объяснить, недовольный. Да, скажи привет, подписчики. Подписывайтесь на канал Жека. Теперь это наш канал. Да, Маркин. Иди к бабушке пойдешь. О, иди ложись. Вот видите, как. Она еще разговаривает, друзья. Что-то говорит. Что-то говорит. Маркиза. Все, спать. Видите, друзья, как она спит. Я хочу показать, что площадь нет у нас теперь. Маркиза, давай ляжем. Я тебе пусико почешу, давай. Давай. Давай, я тебе почешу пусико. Пусико. Так. Друзья, я хочу показать вам, обложки вывели мы или нет. Вы видите, как она сладко спит. Мне даже как-то ее, блин, жалко переворачивать. Смотрите, друзья. Как она сладко спит. Очень ласковая кошечка, трехсветная, видите. Такая, как леопард. Она так и мурчит, в принципе, мурлыкает. Как трактор. Ее вот тоже, видите, лежаев нету. Я не нашел лежа. Я нигде. Нигде у нее нету залысин. Ну и блошек тоже я искал, искал. Но не нашел. Маркиза, давай животик посмотрим. Давай животик почешу. Давай почешу животик теперь. Давай покажем, есть блошки или нет. Видите, друзья, это, наверное, остаток от блошек. Точки вот эти. Но это не блошки. Блошки я не нашел. Нет, я был в соум-магазине. Мне сказали. Я не пойму, то ли это грязь, то ли это от блошек, остатки. Но блошки я живых, которые бегают, я не нашел, друзья. Я на ней не нашел. Видите, это... Это девочка. Это не мальчик. Хотя я сначала думал, что это мальчик. Но я хочу другое. Я хочу вам показать, что у нее блошек нет. Видите, как она меня обняла. И спит. Блин, такие кадры. Я, блин, я... Друзья не знаю. Я все-таки решил поснимать и выложу. Ютуб. Потому что, ну... Блин, такое не каждый день бывает. По крайней мере, в моей жизни. У меня появилась новая подруга. Новый друг, скажем. В женском обличии. Друзья, короче, блошки я не нашел. Я не буду ее мучить. Видите, как. И с меня, и что у меня вот так вот на кровати все. Ну, просто я не думал, что сегодня съемки будут. Вот что значит. Творовая кошка, друзья. Бред от нее трогали. Подруги вам не найти. Ну, и дитё. Это, конечно, и дитё. Друзья, это дитё. Друзья, я всегда считал то, что породистая кошка, она круче, чем дворовая. То, что она, ну, породистая, да. Это когда мне было 15-16 лет. У меня был породистый кот. Перс. Порода перс. Шиншелла золотая, кто разбирается в персах. Призер на выставках первые места занимал. На многих выставках в Москве. Он даже себя иногда покладить не позволял. Лапой его так пил. Вот. А это, блин, не знаю, такое чудо дворовое, да. Вот. Поэтому, вы знаете, я мнение свое резко поменял о дворовых кошках. Я теперь никогда бы в жизни породистую не займел. Хотя все достойны любви, я считаю, животные, без разницы. Породистые они или беспородные, дворовые. Но породистые их по-любому разберут. Кто-то возьмет, там, питомники, да. Кто-то у кого-то с рук их купит, да. У заводчиков. Вот. А дворовые они бегают, ну, бездомные по улице, да. И не всем везет. Не всех усыновляют, скажем так. Это наши детишки, да, друзья. Про детишки маленькие. Вот. Я сегодня передачу, кстати, случайно. Так, ну, может, и не случайно. Я про кошек смотрел полдня на ютубе всякие видосики. И наткнулся случайно, вот. Наткнулся случайно на одну передачу. Где-то такая чушь, кстати, не знаю, мне кажется, чушь. Говорят то, что у НЛО и кошек одинаковая ДНК. Так же у человека. То, что мы все связаны, у НЛО и люди, и кошки. То, что, кстати, не у НЛО, а у людей более одинаковые ДНК почти не отличаются. То есть у людей, и у... Блин, запутался. У людей, короче, у кошек, у нас, вот, с кошками одинаковые ДНК. Вот. Ну, по поводу ДНК не знаю. Но то, что вот моя Маркиза, как человек, даже обижается иногда, смотрю. Да, выражение ее, да, там, на взгляд. Прям как человек только надуется. Вот поэтому, как ничего малое. Поэтому, друзья, я думаю, что все-таки... Кстати, про мозг говорили тоже, что у нас мозг похож с кошками. Ну, на самом деле, я не знаю, я не ученый, друзья. Но думаю, что какие-то сходства есть. У нас с нашими, с братьями, с меньшими. Поэтому не забываем ставить вот такие вот жирные лайки королевские. Подписываться на канал обязательно. А если вы не подписаны, если вы гости канала моего, то нажимаем подписаться. Также колокольчик нажимаем. Тогда вы будете в курсе всех моих новых видео, которые будут выходить на канале. Также советуем мой канал друзьям своим знакомым. Делаем репосты в социальных сетях. И что самое главное... А что, друзья, самое главное, ну... Помогаем бестомным животным тоже. Где-то, может, подкормите кого-то, да, на улице. Бывает, что вы выкидываете косточки, там, курицу поели, да, съели курицу. Или что-то еще у вас из еды, да, что вы выкидываете. А вы можете не на помойку вынести, а отдать бестомным кошечкам, собачкам. Ну и, конечно, друзья, кому не жалко, делаем... Донатим, короче, друзья, донатим. Устал уже это говорить. Вообще, может, скоро в роликах не буду про донаты говорить. Все равно мне за год только 100 рублей кинули. Вот, но если вам не жалко, вы можете на Вискос Маркизе, на пару пакетиков Вискоса рублей 50 скинуть. Кому сколько не жалко, кто рубль, то у меня минимальная сумма доната рубль. Можно донатить. Вот, по ссылке в описании внизу, под роликом. Или на электронные кошельки, там, 10, 20, 50 рублей. Можете 100, можете 500. Кому, короче, друзья, сколько не жалко. А вы можете сдонатить на корм. Я говорю, можете на пару пакетиков Вискоса. Можете на коробку Вискоса. Короче, также поддержать канал, который вы смотрите. А что-то можете отокуплю новое из оборудования, чтобы для вас снимать видеоролики в более хорошем качестве. Вот поэтому, друзья, мы с вами с Маркизой попрощаемся. Видите, она спит. Смотрите, друзья. Она уже так сладко спит. Лапу сотрала. И спит. Поэтому, друзья, давайте пока. Пока. И не забываем, друзья, подписываться, ставить такие жирные королевские лайки. И комментировать. Самое главное, комментировать. Вот. А чтобы вам проще было, я уже заранее вам задам вопрос. Я, в принципе, писал там в других своих роликах, где есть Маркизы. Любите ли вы домашних или бездомных животных? Помогаете ли вы бездомным животным? И как вы помогаете? Может, кого-то прикормили? А может, кого-то забрали домой? Теперь это не бездомное, а домашнее животное, которое растет в любви. Вот, друзья, у меня слюбая. Слушай, глаза я хочу сказать. Слушай, глаза я хочу сказать.